Из остатка нашей сыворотки давайте сначала приготовим рикотту. Часть сыворотки я отлил, из нее сделал молочные коктейли. Рикотта приготовляется очень просто. Сыворотку нам нужно нагреть до 90 градусов и добавить в нее либо уксус, лучше, конечно, это если будет яблочный, либо винный, либо лимонный сок, либо сок вот такой концентрированный, либо натурального лимона. Я буду использовать лимонный сок. Пока сыворотка у нас нагревается, отрежем марлю. Я ее сложил вдвое и вложил в такую формочку. Можно использовать дуршлаг. Марля нужна для того, чтобы уловить все самые мелкие хлопья и зерна, которые у нас останутся. У нас это ведь не первая вытяжка. Здесь выход будет очень маленький. В сравнении с первым здесь, наверное, будет меньше 1%. И поэтому самые мелкие крупицы нам нужно уловить с помощью двойной марты. Мы нагрели нашу сыворотку почти до 90 градусов. Периодически я ее помешивал. И сейчас будем добавлять, окислять наш продукт. Двумя ложками, давайте сделаем две с половиной, лимонного сока. Нагрев можно выключить. И оставляем 5 минут ей постоять, чтобы остатки у нас вулока досвернулись. И будем улавливать наши частички. Вот уже пошли первые хлопья. Добавили мы кислоту. И уже начало деляться, видите, такое микро-микро-зерно. Сливать будем сразу форму. Не забывайте, что у вас масса нагрелась практически до 90 градусов. И нужно очень аккуратно это делать, не обжечься. Не обжечься раз, не растерять наше зерно. И не опрокинуть форму. В общем, все в одном нужно делать. Через две марты плохо она, конечно, дренируется. А горячо. По-хорошему нужно было взять и мелкой шумовкой, которой у меня нет, наше зерно собрать сверху. Потому что она в основном вся сверху оседает. Но когда ты начинаешь ее улавливать, она норовит убежать. Можно вылить какое-то мелкое сито. Потом откинуть на марлю. Ну или просто нужно было взять формочку побольше. Пускай она отстаивается. И потом я дособираю, сверху доложу. Лишнее у нас сейчас влага стекает. Это нам и нужно. Основное зерно мы с вами собрали. Для более тонкого отделения лучше сразу мелкой сито использовать. И вот такое количество мы получили. Это где-то примерно с 10 литров. Часть у нас ушла на сыр. Часть я брал на молочные коктейли. Сейчас мы с вами будем готовить. И здесь где-то грамм около 200. Сейчас оставим это все в формочке. Она стечет в течение часа. Потом уберем в холодильник. И будем дегустировать. Ну все, моя рикотта готова. И вообще главный вопрос. Что это такое? Ни до творог, ни до сыр. Это с чем они вообще едят? Есть его можно в свежем виде. Можно из него приготовить сырники по типу, как из творога. Можно использовать его, приготовить чизкейк. Можно еще в различных коллаборациях использовать. Добавить туда чеснок. Добавить туда какую-то зелень. И сделать по типу мягкого творожного сыра. Альменте. Кто-то на завтрак на хлеб намазывает. Можно есть в свежем виде. По вкусу, как такой нежный протертый творог. Творог. И с рыхьими оттенками лимона. Потому что мы использовали лимонный сок. Если мы добавили уксус. Вкус был бы такой рисковатый. И менее приятный. Можно с кофе. Замечательно. Он имеет сладковатый вкус. Не нужно как в творог добавлять. К примеру, песок сахарный. Либо мед. Рикотту можно кушать в таком виде. Она продается в магазинах. В банках 500 граммовых. Может купить. Попробовать с нее что-то приготовить. Ну у меня на этом все. Надеюсь, видео было вам полезно. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.